Ну кто будет чистить сортиры при коммунизме? А мне пофиг. Перед 7 ноября народ начинает активно интересоваться темой коммунизма. И самый обсуждаемый вопрос, кто при коммунизме будет чистить сортиры? То есть в обществе, в котором от каждого по способностям и каждому по потребностям, где не используется товарно-денежный обмен, а труд это делать добровольное и приносящее моральное удовлетворение, кто будет выполнять тяжелую, грязную, неинтересную и непрестижную работу? Вопрос. Сразу скажем, мы не коммунисты и вообще не принадлежим к какой-либо политической партии. Мы пофигисты и пуфикисты, мы больше всего ценим возможность сесть на мягкий пуфик и сказать А мне пофиг. А мне пофиг. А у коммуниста должно быть в приоритете не личное, а общественное благо. Поэтому при нашем мировоззрении нас бы не приняли ни в комсомол, ни в коммунистическую партию. Но это мировоззрение у нас возникло из-за жизни в капиталистической стране. Если бы мы жили при социализме или при коммунизме, у нас скорее всего было бы иное мировоззрение. Коммунизм это общественно-политический строй, при котором средства производства и результаты труда принадлежат всему обществу. Это позволяет устранить главный недостаток капитализма, при котором бывает, что материальные блага произведены, люди в них нуждаются, но не могут получить, потому что владельцы средств производства и результатов труда не могут их продать, а трудящиеся не могут их купить. Собственно, поэтому при капитализме часто производят дешевую дрянь, потому что качественная продукция будет дорогая и будет плохо продаваться. А в конце концов случится кризис капитализма. Как сейчас. И чтобы товарно-денежные отношения снова заработали, надо устроить войнушку, или как принято говорить сейчас, спецоперацию, в мировом масштабе причем, чтобы производить и продавать оружие и боеприпасы, и чтобы все, что построено, разрушить, и занять оставшихся без работы и без средств к существованию людей, древним и увлекательным делом убивать друг друга. А при коммунизме отсутствуют товарно-денежные отношения, и все материальные блага распределяются между потребителями, и не происходит экономических кризисов и войн. В общем-то, это главное и единственное преимущество коммунизма перед капитализмом. Вот только при коммунизме возникает проблема, как заставить людей работать. Ведь если и так можно получить материальные блага, то нет смысла работать. И проблема кажется настолько неразрешимой, что высказывается мнение, что коммунизм в принципе невозможен. Хотя науке известны коммунистические общества. Хотя истории известны как минимум три вида коммунизма. Первобытный коммунизм, военный коммунизм и христианский коммунизм. При первобытном коммунизме средства производства – это лес, где водится всякое зверье, и результат труда – это добыча. При военном коммунизме средства производства принадлежат государству, и государство по карточкам выдает материальные блага всем своим гражданам. При христианском коммунизме монахи-отшельники договорились жить вместе, что-то производят, например, жилье, еду и одежду, и это как-то распределяют между собой. В таком обществе денег нет, но есть механизм распределения. И этот механизм распределения состоит из людей и является административной иерархической системой, со всеми вытекающими отсюда последствиями. При коммунизме не будет денег, но будут люди, которые будут распределять материальные блага по какому-то принципу. То есть все недостатки бюрократии при коммунизме будут. Все возможные злоупотребления служебным положением при коммунизме будут. Все возможные способы сделать карьеру и для этого пройтись по головам, кого-то подсидеть, перед кем-то выслужить, кого-то прибить. Все это будет. Другими словами, при коммунизме будут какие-то материальные блага, которых мало, и чтобы их получить, надо будет поработать на тяжелой непрестижной работе. Разумеется, бесплатно. При коммунизме все бесплатно. Но некоторые материальные блага только для особо заслуженных работников. Безобразие. Например, чтобы полететь в космическую экспедицию за редкими зверушками для московского зоопарка, все одноклассники Алисы Селезневой из мультфильма «Тайна третьей планеты» будут мыть сортиры во всей школе, а заодно и чистить клетки в космическом зоопарке. Но в экспедицию полетит все равно одна только Алиса, потому что она профессорская дочка, а стажерское место в космическом корабле только одно. И все будут дико ей завидовать. И обязательно постараются просверлить ей дырку в скафандре. Ну или как минимум обвинить профессора Селезнева в нарушении каких-то инструкций, чтобы в космос полетел другой профессор со своим фаворитом. Ну и нафига такой коммунизм? А чтоб стать любимчиком того другого профессора, будут применяться все способы, в том числе и 18+. В том числе и нетрадиционной ориентации. В том числе и с инопланетянами. Коммунизм нужен, чтобы вместо того, чтобы в конкурентной борьбе производить дешевый ширпотреб, а потом устраивать войну с возможностью уничтожить цивилизацию, решить, наконец, все земные потребности человечества, и начать строить звездолеты, и осваивать дальний космос. А чтобы не было злоупотреблений, надо развивать демократию, которая не про собственность на средства производства, а про управление обществом. При коммунизме вполне возможно и диктатура, и тоталитаризм, если население не будет проявлять общественно-политическую активность с целью защиты своих интересов. Фашизма, конечно, при коммунизме не будет, потому что смысл фашизма – это когда буржуазия и пролетариат объединяются ради общего дела. А какое может быть общее дело у фашистов? Ну только кого-то завоевать и пограбить. А коммунизм – это бесклассовое общество, в котором нет пролетариата и буржуазии. Но все нехорошие черты фашизма при коммунизме элементарно могут быть. Например, коммунистическое правительство может захотеть утилизировать всех нетрудоспособных или не желающих трудиться, или не согласны с мнением власти. И оно это сделает, если общество не помешает ему это сделать, проявив свою политическую волю и защитив свою политическую волю, используя демократические принципы, которые одинаковы примерно со времен античной демократии. В общем, не надо путать коммунизм и демократию. Коммунизм – это про собственность, а демократия – это про права и свободы. А демократия, она одинаково работает или не работает, а когда всем пофиг, то демократии не будет при любом общественно-политическом строе. И всем будет очень фигово от этого. Потому что сам свои интересы не будешь защищать. Никто за тебя их не защитит. Даже при коммунизме.